Всем привет! С вами Прия. Ну что ж, вышел я на финишную прямую в развитии своего артефакта клинки падшего принца клинков на рыцаря смерти ветки. Лед. 75 уровень готов. Третье улучшение, третье реликвии готово. Остается только прийти и получить его. Я всегда что хочу, то и получаю. Так было, есть и будет. А 9 числа я взял этот артефакт, получил эти клинки, а вот уже получается сегодня, 22 числа, я вкачал его до 75 уровня. Думаете я ходил в миг плюсы? Да не особо. Ну, один ключик в день. Да и то может один ключик в неделю на самом деле. То есть, делал такое. Самое главное делать локалочки, грамотно отправлять своих соратников. Да и все. То есть, ну, я не вижу никакой в этом сложности при текущем знании. Текущее знание, это, по-моему, 53 что ли. Давайте сейчас глянем. Да, 53 знание, так что вполне легко можно пролутать абсолютно все, что хочется. Ну, конечно, да, чем выше гир, тем проще и быстрее все это делать. А чтобы набить гир, вам в этом поможет дымчатый аргунит. Кстати, покупайте вещи, может вам упадет что-то полезненькое. Итак, что мы апаем? Либо беспощадность зимы, либо мокрое место, которое увеличивает крит урон от уничтожения. За каждый ранг на 6%. Ну, да, уничтожение выглядит лучше намного. Адон есть весьма прекрасный, который я рассматривал в одном из видосиков. У меня он автоматически уже прописал абсолютно все эти коды. Ну, не коды, а вес для реликвий. Вот, так что, если вы сами не знаете, что вам прокачивать, то обязательно откройте плейлист с модификациями и обязательно найдите видосик об этой модификации. Это очень сильно поможет вам, особенно в той специализации, в которой вы, ну, играли относительно чуть-чуть. Вот, к тому же, если вы четвертую реликвию в неиспользуемую ставите какую-то для сравнения, то можно нажать галочку на той реликвии, которую вы сравните. Допустим, у меня два льда, и нужно же этот четвертый релик, который я собираюсь вставить, вместо первого и третьего, сравнить с первым или третьим. И прокликиваете галочку, и он конкретно сравнивает, прописывает вес каждой реликвии. Допустим, таким образом, 935-я реликвия «Крики недостойных» при моем текущем проке дала мне 88 очков. Куб злобы, который упал с дымчатого аргунита, 86.2. Вирус литургии с девы, почти 83. Но это работает только для дамагеров, для хилов и танков. Все ситуативно, думайте сами, решайте сами, качать или не качать, как говорится. Ну а теперь я продолжу раскачку «Фроста», скорее всего, или «Блада». Я подумаю насчет этого. Всех вам благ, счастья, здоровья. Качайте тигель, качайте реликвии, получайте самые лучшие реликвии, и удачи вам в этом. Копите аргунит и готовьтесь к конторусу. Берегите ноги. До скорого.